МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Маленькая частичка добра может превратиться в огромное благо, когда за дело берется социальный предприниматель. Говорят, постоянно говорят, Эмин, а что ты не укроешь? Простое предприятие. Для меня эта жизнь не вся с точки зрения финансов. Я хочу оставить некий след, сделать что-то доброе на пользу нашего общества, на пользу нашей страны. Поэтому меня и мотивирует социальный предприниматель. Потому что я здесь вижу четкий результат, свои ароматы". Эмина Скеров. Социальный предприниматель. Окончил Восточный гуманитарный институт и учебный центр МВД Республики Казахстан. Женат, воспитывает двух детей. В детстве думал, что стану полицейским. Мне нравилась строгая форма и хотел бороться с преступностью. Детскую мечту Эмина удалось осуществить после университета. Он устроился полицейским в патрульно-постовой службе. Проработал там, правда, три года и понял, что это не мое. Проработал в разных структурах, начиная от патрульно-постовой службы, после уголовного розыска, работал в отделе по борьбе с наркобизнесом. И последний год я работал в пресс-службе ДВД ВКО. Но когда понял, что это не мое, я решил изменить кардинально свою жизнь. В то время в Казахстане набирал силу так называемый экологичный бизнес. Все два направления стеклись воедину. И именно это было, наверное, жило во мне внутри. Я хотел, оказывается, заниматься именно этим. И в 2015 году я уже осознанно написал заявление об уходе, чтобы заняться развитием социального предпринимательства. У меня мама социальный работник. Вот, можно сказать, по ее стопам я и пошел. Он решил, что будет принимать на работу только людей из социально уязвимых слоев населения. Идея нашла поддержку в кругу друзей. Они даже создали общественный фонд и помогли собрать деньги на открытие цеха по плетению лозы. Первый год полностью был убыточный. Мы ушли в минус, честно признаюсь, на 5,5 миллионов в семье. Но сейчас я понимаю, что я заплатил за свой опыт эту сумму, потому что как раз-таки это такая некая, можно сказать, тяжелая полоса позволила нам по-другому посмотреть на бизнес и в целом развиться. Но отступать было некуда, ведь на плечах предпринимателя лежала ответственность за каждого сотрудника и компании в целом. Поэтому Эмин Аскеров стал изучать основы бизнеса, посещать тренинги, читать книги и в итоге принял решение развивать другие направления. Компания вскоре вышла на самоокупаемость. Я принял решение запустить столярницы, швейницы, IT-услуги. И с декабря месяца мы уже предоставляем услуги по трем другим направлениям. Это буквально неделю назад мы еще открыли типографию. Теперь получается наша мастерская уже отошла от общественного фонда. Теперь мы юридическим документам уже ТОО предоставляем услуги по четырем направлениям. Социальное предприятие отвечает таким критериям. Первое. Способствует решению социальных проблем общества или его отдельных категорий. Второе. Построено как бизнес, рентабельно, имеет прибыль. Третье. Не менее 10% прибыли тратится на благотворительные или социальные цели. Таким образом, социальное предпринимательство – это бизнес, который имеет миссию решения общественных проблем. Зарегистрировать ТОО не составило труда, а в палате предпринимателей Атамикен помогли решить вопрос с помещением. Одна наша мастерская находится на территории психоневрологического диспансера города Астаны. И мы с руководством заключили меморандум о взаимодействии. На базе психоневрологического диспансера проходит реабилитацию 96 пациентов, и ни один из них не был трудоустроен. Основная наша цель – это как раз таки обучить этих пациентов с последующим трудоустройством. И вот сейчас мы официально трудоустроили трех пациентов, которые проходили трудовую реабилитацию, и они у нас трудятся в солярном цехе. Сегодня в компании под руководством Эмина работает 22 человека. Большинство из них имеют серьезные психоневрологические заболевания, инвалидность или судимость. Сейчас нам трудно, потому что большинство мастеров имеют степень инвалидности, и это все сказывается на здоровье. К сожалению, люди, которые имеют инвалидность, по несвоей воле должны постоянно ходить в больницу, постоянно болеют, а это все влияет на рабочий процесс. Сейчас компания предоставляет услуги по созданию поддержки веб-сайтов. В столярном цехе собирают мебель, а в швейном шьют банные принадлежности. Недавно Эмин запустил полиграфию, в которой производят сувенирную продукцию в национальном стиле из дерева и ткани. В первое время я старался строго зацикливаться на категории социальных зимних, но потом в последнее время я начал понимать, что нельзя только их одних трудоустраивать, то есть их нужно миксовать, мешать. Эмин очень хороший, украдитесь, всегда заботятся о своих подчленных, предоставляют все, что нужно для работы. Я работаю тут почти год, мне два месяца до года осталось. Эмин Аскеров не боится трудностей и получает огромное удовлетворение от всего процесса работы. Он уверен, что развитие и рост – это некая лестница, по которой человек идет в процессе жизни. Работая с людьми, которым необходим рост, и предоставляя им возможность развиваться, предприниматель развивается сам. В самом начале создания мастерской к нам пришел молодой парнишка. По вине врачей, как он мне рассказывал, он лишился зрения на 95%. То есть он видит на 5% и куда-то в бок. Приходит и просится на работу. И говорит, что уже на протяжении 4 лет он сидит дома, и никто его не берет. Я все-таки решил дать ему возможность обучиться у нас искусству его плетения. Проходит месяц, Фархад плетет, у него ужасная продукция. У меня уже лопается терпение, я все жду, когда он придет и скажет, Эмин, я не могу, я ухожу. Но у самого у меня не хватает ни силы, ни духу сказать ему об этом. И знаете, в конце 4 месяца происходит чудо, и Фархад начинает плести хорошую продукцию. Оказалось, сработал эффект мышечной памяти. И сейчас Фархаду даже не нужно смотреть своими 5%, чтобы продолжать плетить продукцию. Поэтому вот такой классный случай, наводящий на мысль о том, что как часто мы спотыкаемся перед нашими трудностями, и как долго нас хватает идти по отношению к своим целям, несмотря на то, что жизнь, вся дорога устелена разными преградами. Компания создала все условия для работы людей с ограниченными возможностями. Нормированный график дня, 5-дневная рабочая неделя, социальный пакет, зарплаты сотрудников составляют в среднем 150 тысяч тенге. Не обошлось без поддержки государства. Основная поддержка это со стороны центра занятости города Астаны нам оказывается. То есть они выплачивают заработную плату нашим сотрудникам в сумме 44 тысяч тенге на ежемесячной основе. И со своей стороной мы выплачиваем премии с заказов нашим всем сотрудникам. То есть это такая была некая хорошая первоначальная помощь, которая позволяла нам поддерживать наши штаны на этапе развития. Преимущества социального предпринимательства. Первое. Лояльность потребителя к продукции социального предпринимателя благодаря их миссии. Возможность применения эмоционального маркетинга. Люди охотнее покупают товары, помогая больным детям, животным, больницам. Второе. Низкая конкуренция в нише предоставления услуг уязвимым категориям. Третье. Ресурсная поддержка государства, бизнес-ассоциаций, международных фондов. Помещение для работы, обучения, оборудование, информационная и консультационная поддержка. Четвертое. Возможность зарегистрировать неприбыльную организацию и минимизировать налоги. Пятое. Льготное кредитование. Шестое. Возможность получения широкой волонтерской помощи. О социальном предприятии Эймина в Астане узнали многие. Поэтому заказов с каждым днем становится все больше. Единственное, чего не хватает, так это рук. Поэтому предприниматель всегда в поиске новых кадров. На сегодняшний день доход компании составляет 2,5 миллиона тенге в месяц. В месяц, ну так сложно сказать, если по столярному цеху, то на одного мастера как минимум 2 заказа у нас поступает. То есть это как раз 2 заказа, с которыми он успевает справиться. Но заказов поступает намного больше, чем мы можем сделать. Поэтому уже вот сейчас процентов 30 нам приходится отодвигать. То есть мы теряем 30% из числа наших клиентов, потому что не успеваем. Каждый день Эймин проводит на работе по 16 часов. А еще нужно уделять время семье и детям. Поэтому предприниматель планирует наладить бизнес-процессы. А в будущем мечтает открыть школу социального предпринимательства. В долгосрочной перспективе я вообще хочу создать школу социальных предпринимателей. То есть как раз таки начать обучать всех желающих этой работе комплексно. С чего начинать, как нужно, кому обращаться за финансовой помощью. То есть я владею этой информацией и хотелось бы уже начать передавать.